Жара, это там где-то кемпинг находится. Посмотрите, как там метят сегодня песок. Ходим чуть дальше, вообще пусто. Мы пришли с утра, вода была прозрачная, снимали, родственникам всем показывали. Огромная парковка, бесплатная, приезжайте на пляж Благовещенской, при том, что здесь море самое классное. Туалет-свалка, туалет-свалка. Здесь уже больше трактора, вы гондурасы. Берегите природу, мать вашу, не заезжайте на берег моря. Телегендыр здесь отдыхает, к сожалению, свиньи бросают мусор. Уже сейчас его здесь много. Парочка галушей выходит из моря. Прекрасная лестница. Я не знаю, что передаст ли вам камера, но это та, которая здесь творится. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас из ветреного августа 2024 года, число 25. Вы смотрите немножко позже, потому что у нас есть временной лаг на монтаж видео. И сегодня мы приехали в Благовещенскую. Хотя хотел совершенно другое снимать. Но у нас задул великолепный северо-восточный ветер. Сегодня он к вечеру усилится до 12 метров в секунду. Это говорит о том, что сегодня нельзя использовать никакие надувательные предметы на море. Ну и также использовать правильный пляж. Это высокий берег города Анапы. И, допустим, Благовещенская здесь вот на обрыве на нудийском пляже тоже будет великолепно отдыхать. Потому что ветер будет проходить сверху. И мешать вам при этом не будет. Я сейчас в начале в 9 утра поеду потренируюсь. Наконец-то, ветер, наконец-то, можно зайти и закатить у нас на благе. Кайты, правда, здесь большие. 12-й ветер вроде бы стабильный. 8-10 метров в секунду продувает. Но при этом его маловато. 9 утра, еще кайтеры спят. Немногие решились на эту авантюру приехать под прогноз. Потому что прогнозы в этом году сбываются не очень. С той стороны у нас Кизилташского лимана находится Бугасская коса. Здесь коса голенькая. Ну и, собственно, друзья, приглашаю вас на прогулочку. Но только после того, как окунусь сам в это мероприятие. Я сегодня один. К сожалению, ни под съемки ничего не будет. Просто тренировка. И потом мы отправимся на пляжи Благовещенской. Большая панорамочка. Там у нас находится югра. И несколько еще баз отдыха. И платная парковка, на которую вы можете оставить машину по 600 рублей в этом сезоне. Но мест всегда не хватает. И Бугасская коса. Великолепное место для прекрасного отдыха. А вот тут, как я и сказал, называется это место коса голенькая. Далее у нас тут Тичьи острова. Мы в прошлом году лето заканчивали вот на том острове. Там находится Южная Винная Компания со своей великолепной беседкой. Видом на Кизилташский лиман. Там, конечно, виды были восхитительные. Посмотрите прошлый год. Видео это великолепное. Здесь я вижу, что уже катеры раскатывают. Кто-то занимается обучением. Ну, а кто-то просто покататься приехал. Ну и, собственно, я тоже пошел переодеваться. Увидимся чуть позже. Перекати-поле уже полетели. Друзья, раздуло метров до 16,5-17 прилета. Я накатался 2 часа. Примерно здесь сейчас потихонечку подтягиваются еще кайтеры. Такие более про, уверенные в себе покатать. Я доволен прям прогрессом. Прям классно все супер. Еще почаще ветер хороший приходил, как сегодня. Было бы великолепно. Не снимаю на улице, потому что там пипец. Я пока переодевался, наелся этой пыли. И просто жутко. Но сейчас отправимся вот так наискосок через поле на Нудийский пляж. Посмотрим, как там дела обстоят. Я думаю, что мы сверху сегодня посмотрим. Нудийский, жара. Застава еще называется. И прогуляемся с вами по центральному пляжу. Вот и вернулся от Голенькая. Туда на Булгарскую косу. По прямой у нас не Нудийский пляж. Туда левее чуть Нудийский. И левее Нудийского еще будет обычно. Мы сейчас вернемся до лесополосы. И по ней по дороге уже подъедем к Нудику. Я не знаю, что передаст ли вам камера. Но это тат, который здесь творится. Метет просто невероятно сильно. Какая песчаная буря, можно сказать. Вот это жуть. Здесь ребят палаточку пытаются складывать. Ну и сюда доезжающие, конечно, меня очень сильно расстраивает. Вот, хотелось бы все-таки, чтобы они там парковались, где все. Тут тоже повметал песок. Смотрите, какой прям вниз спуск получился. Ну и совсем чуть-чуть мы дойдем уже до самого Нудика. Я уже много раз показывал эту дорогу. Считаю, это одним из лучших пляжей. Особенно в такую погоду. Сейчас съехал, в принципе, все увидите. Как, что и почему, я так думаю. Температура моря сегодня 26 градусов. Воздуха на солнце 35,7. В принципе, температура еще комфортная. Несмотря на то, что уже август постепенно идет к концу еще неделя. И все. Мы можем с вами еще много красоты разных заснять. По кустам смотришь, бутылка. Там на берегу вообще мангал стоит. Кто-то бросил, знаете, одноразовое. Тут мусор разбросанный. Думаешь, чего за скоты. Блин, такое место крутое. Ну низкий пляж. Здесь трусы, лавки. Все запрещено. Сливчиками вместе не курить. Самое главное. И вот она, прекрасная лестница. Посмотрите, какая погода и атмосфера там внизу. Хотя вижу, что немножко ветер все-таки и здесь продувает. Но, в принципе, людям отдыхать. Парочка галушей выходит из моря. Не мешает. Граница вот это бревно. Дальше обычный пляж. Там сбоку есть спуск. С левой стороны дюны. То есть можете туда пройти и отдыхать там. Посмотрите, какое море прекрасное. Здесь снизу, кстати, дует боковой ветер. И он абсолютно не мешает, в принципе, там отдыхать. С правой стороны тоже, где мы машину видели, там тоже спуск. И вот с той бревной, там табличка стоит, что тоже на низкий пляж. Именно оттуда люди отдыхают в одежде. То есть всего лишь вот отсюда до туда. Это райский уголок для тех людей, кто любит отдыхать без одежды. Именно здесь ты не будешь говорить, какие там на вас стринги. Потому что их, в принципе, и не должно быть. Поэтому, ух, это и сколько. Стрекоз прям нашествие настоящее. Йок-макарек. Я, честно, такого давно не видел. Вот чистые черти. Пожрали, поели, попросали, уехали. Шуткая картина. И вот то, что я вам говорил, мангал еще. Оставили и то же самое. Уехали. Скоты, просто скоты. А тут люди как бы для себя стараются навести порядок. В принципе, для комфортного отдыха. Ну и для тех, кто здесь тоже обитает. А есть вот изверги, которые все это уничтожают. И, ну, получается, как получается. Аминь. Посмотрите, почему здесь стоит отдыхать. Там вообще песчаная буря с этим ветром. Вот Сиборевещенская Анапа затянута. Вот каменные пляжи Анапы нормальные. Здесь, в принципе, хорошо. А там вот этот берег без такого брусфера просто метет жутко песок. Настоящий такой ураган. Он еще почти 17 метров на порывах. До 20, я думаю, доходит. Поэтому ветровая нагрузка подымает ровно слабой пыли. Там песка и несет это все на берега. Очень больно в такой погоде находиться на берегу. По-хорошему, немножко я расстроился из-за того, что здесь мусор появился, которого видеть бы, в принципе, не хотелось. Место очень популярное. Идут сюда очень много людей. Так что еще раз обращусь ко всем. Не будьте свиньями. Если увидите таковых, то, я не знаю, бейте их. По-другому как это остановить. Я, честно, даже и не знаю. Вот отсюда нудистский пляж, а вот сюда между дюм обычный пляж. Ну, либо туда еще дальше, в сторону Бугатской косы проехать. Это там тоже будет хорошо. Ветер, конечно, дует сильнее. Посмотрите, что с машинами происходит. Все в пылюке. Сейчас мы проедем дальше на пляж Застава называется. Здесь та же дорога. Последняя лесополоса перед, с воротом Бугатской косе. Он с правой стороны голенькая, да, у нас. И здесь мы поворачиваем не как, вот ехали к морю, направо повернули, приехали к нудику, а за лесополосой влево. То есть сюда свернули, здесь будьте аккуратны. Дорога такая более разбитая. Раньше этот пляж был более популярный. Сейчас посмотрим, как в это время. Я просто езжу всегда на нудик, сюда не приезжал. Но вовку на этом пляже я прям производил с своими подписчиками, наверное, раз в 10, если не больше. То есть каждый год практически существование канала мы сюда приезжаем. Ну да, все-таки популярное местечко. Но я думаю, наверное, вниз не буду спускаться, подъеду. Но там сверху вам все покажу. А так можно подъехать ближе к морю. Это может стоить подъехать, чтобы показать. То есть я сначала там увидел, судя по тому, сколько там сверху стояло машин, думал, что здесь места не будет. Но сейчас обед, у нас уже 12.49, и люди потихонечку отсюда тоже разъезжаются. Плюс я еще раз говорю, у нас очень сильно дует пыль, песок метет, и не особо комфортно. Ну, машины здесь припаркованные стоят. Вроде бы парковка бесплатно она заставит, потому что я не вижу никого желающих тут деньги взять. Ну, вот сейчас пойдем дальше. Можно еще ниже спуститься, я смотрю. Ну, тоже сейчас, будьте аккуратны, можно потом не подняться. И сейчас видите всю красоту этих мест. Вот слева перекопано, чтобы туда не заезжали. А здесь вот, видите, песок. Я, наверное, песок не пойду, вот здесь поставлю. Можете видеть, как здесь паркуются люди. С левой стороны у нас даже автоприцеп дома стоит на берегу. Тут еще какая-то нычка была из палочек собрана. Ну, и вот, что мы постоянно убираем. Телегида здесь отдыхает. К сожалению, свиньи бросают мусор. Уже сейчас его здесь много. Обидно, что так происходит. И по берегу здесь целых городах. Кто-то вот вообще в наглости заборы ставит на пляже. Чистый гондурас. Вот я смотрю на это, думаю, блин, ну фри. То есть, постарал-постарал. Нет, надо городиться. Вот эта вот любовь к тому, что мое, родное, то есть никому не отдам, приводит ко всему этому ждецу. Ну, здесь, конечно, творится вакханалия. С левой стороны у нас начинается автокемпинг, который называется «Жара». Но вот сверху можно абсолютно бесплатно ставить машинки. Я на одном из таких буров ставил палатку и ночевал. Вообще, в принципе, хорошо, комфортно. Не обязательно вот на берегу стоять морском. И посмотрите, как вот выглядит отдых здесь людей. Вот все хорошо. Я был бы счастлив за них, если бы мне вот это засилие автомашин своих прям поближе к морю поставить. Возле машины жить. Такое ощущение, вы дома все в квартиру тоже их загоняете. Или в дома эти машины. И спите рядом с ними. Господи, просто спаси и сохрани нашу нацию. Они уже с этими железными банками расстаться не могут. Вот те, кто ставят сверху, о, лайк, красавцы, спустились, покупались. Палаточка, отдыхайте. Все бесплатно, все для вас. Единственное, что мусор, пожалуйста, ребята, забирайте. Все остальное звездец будет для нас. Местечко просто богом данное. В такие хочется вас приглашать. Море чистое, вода без единой водорослинки. И здесь еще защита от ветра присутствует. Видите, ничего не метет. Хотя если мы туда дальше посмотрим, там все в песке. Это вот где кончится эта гора. И там начинается, конечно, жесть, друзья. Я думаю, что все пляжи Пионерского проспекта сегодня пробивают очень сильно. В общем, если вдруг вы отдыхали в этих местах, пишите, как вам понравилось. Да нет. Вот, кстати, тоже вот вижу, стоянка была. Мусор после нее остался. Здесь вот все кусты в мусоре. Просто думаешь, люди, которые выбирают дикий отдых вот так вот на берегу, в палатке, могут себе позволить, приезжая, причем, что на машинах бросать мусор. Мы скоро все умрем, я думаю. Потому что мы задохнемся от этого мусора. Ну, движение по пляжу меня просто убивают. Машины у нас в бару там кто-то разворачивается. В общем, берегите природу, мать вашу. Не заезжайте на берег моря. Ставьте машины подальше. Мест тут просто много. Сейчас поближе все приближу, вам покажу. На нудике это делать не стал. Смотрите в телеграм, там чуть поближе все снял. Подписывайтесь. Ссылочка на экране. Ну и вообще, друзья, ВКонтакте. Пишите комментарии, ставьте сердечки. Жмите на поделиться. Это очень важно для развития сейчас нашей группы. Если ее не разобьем, то, возможно, смыслу не будет дальше заниматься съемками. Так что, если я вам нужен, то помогайте. Отправьте всем друзьям. Просите подписаться на группу ВКонтакте, в телеграм наш. И прибудет с нами сила. Сделаем еще много полезных дел в этом мире. Сначала под съемочку на более широкий объектив. Потому что более красивая картинка будет, чтобы все разглядели четенько. Насколько райские места. Там, видите, вот метет тоже. Он заходит и с той стороны. То есть, вот тут ближайшая вот эта гора защищает. Ветер идет выше. Смотрим с вами на конец жара. Это там, где-то Кемпетк находится. Посмотрите, как там метет сегодня песок. Прям жутко. Здесь поближе защищено бруссером. И песка такого нет. Но сколько здесь машин. Сколько вот таких нехороших людей, которые поезжали на берег. У меня вопрос ко всем. Ребята, вы спите дома тоже со своими машинами вместе? Здесь в палатку чуть ли не загоняют свой транспортный свет свой. Это консервные банки боятся ставить в одиночество. Чтобы они не загрустили, наверное. Смотрите, палатка, машина прям на берегу стоит. Жутко там дети отдыхают. И кто ближе подъедет? Он по трех, да еще ближе подъехал. Гандурасы. Просто слов нету. Я не знаю, как вас. Просто бы найти хоть какую-то там причину. Вас любить. Здесь еще круче. Здесь вообще ребятки приехали и забор поставили себе на пляж. Просто думаешь, блин, ну вы кто? Почему вы так делаете? Зачем вам это еще? Какие-то вирусы солнышко нарисовано. Типа, мы специальные люди, наверное. Забор вот у себя. Гандурасы. Это вот понимаю, что фритом, наоборот, свобода. Никаких заборов, ограждений, ограничений. Но, к сожалению, наши люди привыкли жить в клетках. И вокруг себя их постоянно возводят. Это пляж застава. Я с него смотрю. Туда дальше нудик. Еще один. Поехал на берег. Туда дальше у нас нудистский пляж. Здесь сверху тоже стоят машинки с прицепами. Я хочу сказать, что красавчики те, кто не выезжает. Посмотрите, их здесь бесплатно припаркованы. Сверху люди спускают свой скарп, отдыхают на море. И не тащат собой свои консервные банки. Но все остальные думают, что... У меня тоже машина спокойно туда выйдет. Но я считаю всегда, что это лишнее. Я пройду эти метры, чтобы песок оставался чистым. Мне было комфортно своими ногами там проходить. Поехали поближе к автокемпингу. Жара. И посмотрим на него сверху. Как он выглядит, друзья. Здесь по прямой не проехать. Вот который был подъем, он туда недалеко ведет. Потому что там дальше ложбинка такая. Ее надо чуть дальше объезжать. Сейчас покажу вам проезд. Так, слушайте, у меня такое ощущение, что я начну материться. Сейчас вам покажу сборища гондурасов, которые сюда приезжают на машинах. Видят, что пляж дикий. Денег с них никто не берет. Смотрите, что они делают. Они, короче, мусор здесь оставляют. Что потом... Просто волонтеры, такие люди, как я, те неравнодушные мои подписчики, пришли и грузили за ними. Здесь уже больше трактора. Вы гондурасы. Просто гондурасища. У меня нет слов. Увидел бы просто душу. Мне просто интересно. Вы привезли это сюда. Почему не можете с собой это забрать? Весь свежий. Мусор, это не Турция. Из берега собрана. Вы пили, ели, жрали, насрали. Вот здесь направо можно проехать. Только вдоль берега припарковаться. Сейчас будем проезжать. Там стоят как раз те машины, которые мы видели. То есть нам надо вернуться обратно. Немножко к дороге. И вот здесь вот направо. Видите? Заезд. И поехали вдоль. Чтобы вы понимали, как это происходит. Потому что если туда поедете, там упрете, будете думать, что дальше проезда нет. Ну, в принципе, существует. И тут тоже довольно-таки хорошая накатанная дорога. Вот. Отсюда видно хорошо. Вот туда направо вниз пошла к пляжу. Туда по прямой берегу все машины стоят. Но чтобы дальше поехать, залез полз, надо вот сюда двигаться. Вот отсюда видно дорогу, которая справа. Она тут заворачивает. А вот из этого оврага туда дальше, на другую сторону не проехать. А вот по этой дороге проезжаем, объезжаем этот самый овраг. В общем, все просто, легко. Я на своем опыте вам просто рассказываю, чтобы вы не тратили время, если вдруг хотите проехать дальше. Ну, все-таки здесь и легковые проедут легко. Но будьте внимательны. Все эти поля застроятся. Здесь будет везде Новая Анапа. Ну, а пока мы можем попутешествовать более так свободно и посмотреть на все эти просторы. Ведь здесь тоже много машин. Люди, еще раз говорю, красавцы, паркуются сверху, спускаются к морю, купаются. Никому ни за что не платят. Люди отдыхают в удовольствие. Здесь таких парковочных мест прям очень-очень много. Вот там внизу в ложбинках палатки у этих людей стоят. Хорошего всем отдыха, кто именно так отдыхает и после себя мусор не оставляет. Ну, вот даже можно приостановиться, показать вам таких стояночек. Здесь у ребят была стояночка. Сегодня ребятки оставили по всякую местечко, которое я надеюсь будет в порядке. Но у них все сложилось ветром, поэтому им надо уходить. Ё-моё, друзья мои. Мы вот уже сейчас находимся над автокемпингом рай. Смотрите, туалет, свалка. Туалет, свалка. Сколько здесь мусора. Почему вы думаете, что за вами кто-то должен убирать? Вы же никому ничего не заплатили. Приехали сюда абсолютно бесплатно, по идее. То есть, я не знаю, в этом году говорили, что денег никто не берет. А почему вот после себя оставлять от мусора? Тут нет контейнера. Очень жалко это все, видите, друзья. Море чистейшее просто и манящее сюда. Красота, конечно, если бы не этот мусор. Морковка сама, где жара находится. Знаете, как там больно сегодня? Ну, это да, дальше пляжи Благовещенское, видим. Если поближе, подводим камеру. Вот эти свалки, конечно, прям как... Ой, больно видеть, что люди не позволяют себе такое делать. И посмотрите, что происходит на переговоре. Людей немного. Нет, есть тем, кто машины ставит на бег. Только такие, честно. Ну, а так, в основном, просто они очень большие. Без машин, конечно, был другой вообще прекрасен. Здесь уже даже заезд, например, есть. Да, то есть вот тут машину поставили, да, а вот кто-то может, так сказать, ровнее всех родных поставить еще ближе. Жалко, что у нас третьи органы не штрафуют всех этих людей. Потому что было бы очень хорошо, если бы им прилетало кто-то, что они делают. Я так понимаю, они же здесь и ставят, готовы ввести ответственность. Вот еще одна свалка. Просто, это стратически страшно все это видеть. Какая-то лодка куда-то тащит. Какая-то спускает. У них там своя шесть. Но там вообще целая парковка. Подумайте, что он тут как-то лезет. То есть здесь вот спокойно поставили машинку. Спуск такой пологий. И вот дошли домой. Нахрена туда лезть? Я честно не понимаю. Великолепно можно и здесь стоять. Так ведь или нет, друзья? Так, двигаемся дальше. Сейчас еще сверху на ту парковку посмотрим. Я не мог проехать мимо самого высокого места. Там сверху геопункт находится геодезический. С него сейчас будет видно прям очень красиво вокруг. Поднимемся. Вот несмотря на то, что у нас нету квадрокоптера, мы все равно можем постараться разглядеть все, как это выглядит. Здесь скоро будет город заложен. Новая Анапа появится. Сзади меня котлован пытались когда-то здесь. Город-казино строить не получилось. Посмотрим, получится ли с новой Анапой. Я за то, чтобы эти пляжи остались в таком же виде, но просто это было более круто, классно в плане того, чтобы чисто и прекрасно для всех. Ну а как будет, кто его еще пока знает. Ну и вот, вы все можете увидеть сами. Жара. Автокемпинг впереди находится. Там есть благоустройство. Шезлонги сдают все для вас. Здесь хотите тоже шезлонги, бар на пляже. В общем, здесь машины припаркованные. Дома. Ну а кто-то, как я и говорил, туда паркуется дальше. Люди понаставили сверху машинок и спускаются вниз. Большие молодцы. Я им за это от души благодарен просто. Картинка, конечно, фантастическая. Особенно сегодня в этот сильный ветер. Ну там внизу прям получше. Здесь еще гора. Вот там, конечно, пылевая буря просто, друзья. Проехать вот сюда можно. Видите, там такая гора будет вдоль дороги. И за лесополосой поворот сразу сюда, на эту большую парковочку. Тут людей, видя, как много припарковано. Так что место это очень популярное. И можно сюда приехать отдыхать. Ну чуть-чуть надо будет спуститься и подняться. Тут ребята приехали на машинке. Даже велосипед у них так, короче. Машины есть. Единственная система. Здесь, я смотрю, две лодочки стоят. Горожен кусочек участок. Возможно, здесь как-то за денежки стоят. Может, как-то подгромно. Собирающих деньги я не вижу. Так выглядит вся эта парковка. Здесь, помните, жара. Тусовки проходили. Сейчас ничего нету. Это может в этом году еще что-то и случится. Какое мероприятие. А туда чуть левее. Там в самом начале выезда сюда на жару. Там имеется благоустройство на месике. Твои пенки, там все остальное, что может быть здесь же. Дальше начинается дикий отдых. Но опять, смотрите, люди приехали, отдохнули бесплатно. Накидали мусора с собой, не увезли салфеток и уехали. Мне кажется, мы потеряли нашу нацию. Мне кажется, что вокруг меня очень много гондурасов находится. То же самое, как мне говорят, что там в жопы показываешь в стрингах. На общественных пляжах это неприемлемо, ребят. Я вот нудистов вам не показал, хотя мог, у меня зум позволяет. Просто вот ребята голышом отдыхают. Но они выбрали это место и туда приходят отдельно от всех. Кайфуют, как им хочется. А у нас на центральном пляже, там говорят, ну на ней же есть какие-то трусы. То есть понятие есть трусы, это как девушка на центральном пляже в прошлом году говорит, ну я же стики не наклеил у нас соски, ну подумаешь, грудь оголена. Моя подписчика говорит, у меня ребенок выпал в осадок, говорит, мама, почему этой тете сиськи наружу. То есть вот мы к чему идем, что там просто дырки заклеим, соски заклеим, и мы будем в этом отдыхать и загорать. И это будет считать нормально. Я считаю, что трусы должны жопу закрывать. Так же и здесь вот с мусором. То есть кто-то потом приходит после них, а что кто-то? Я сам неоднократно еще раз говорю, своими руками убирал не на жарем, а вот от заставы и в сторону нудистов постоянно убираем пляжи. А здесь смотришь на это и думаешь, как будто последний день живете. После себя уже хоть потоп, пускай все сносит. Жуткая картинка, конечно. Ладно, простите меня за ткультераду. Я сегодня вам не больше местности показываю, разговариваю о том, что как печально все. Смотрите, если вы сюда заезжаете, на жару сам Глэмпинг, потом влево идете, там свободные пляжи, прям там база отдыха, много места не занимают. И тоже можно отдыхать, не обязательно сюда ехать. Потому что туда Гондурасы на машинах вообще проехать не могут, и там берег чистый от машин, и это прекрасно. Сейчас, ребятки, мы проедем уже туда, Газпромовского отеля, и там сходим на центральный пляж. Возможно, еще по пути вам пару парковок покажу, как выглядит. На эту парковку, вот там, перед лесополосой, стоит ножа рука задней. Сворачиваете, и вот в той лесополосой съезжаете, съезжаете вниз. Либо можете к центральному пляжу подъезжая, и уже оттуда едете по такой более убитой дороге. В общем, выбирайте чисто вам, как вам удобно. Варианта два. Ну, либо, как я, путешествуйте вдоль берега, ищите крутые места, останавливайтесь там, где вам больше понравится. Еще раз, не бросайте мусор. Лучше чуть-чуть за этими гангуарсами забирайте. Вот мы сделаем вот так. И заберем это с собой. Вот так вот оставил. Я, по крайней мере, не вижу, что кто-то останавливал машины, собирал с них деньги, спокойно проезжают. Там раньше было в том месте теплошко. Здесь они катаются, да, сюда. Здесь магазин, душ, туалет есть, кафе, где разместится что-то от жеры. Все никак не могут ехать, вам все останавливаюсь, ее показываю. Ну, надеюсь, не зря информация зато будет более понятная и полная. Спустился вниз. Как видите, здесь парковка огромная, машин много. У нас мусор тут просит не занимать. Туда тоже люди спокойно проезжают. Ну, бегающих, никого там денег просящих я не видел. Так что все получается, ребятки, для вас бесплатно. Так, ребят, воспитывайте молодых своих, рассказывайте деткам, как вообще себя вести, чтобы было после нас чисто и хорошо. Потому что хочется, чтобы не только мы жили, но еще и после нас наши дети тоже жили. Прям очень сильно. Ну, а здесь дальше вот такая местами убитая, местами асфальт будет появляться, дорога. Здесь у меня снят Аурум. Едем мы, по идее, до Балахита. Это Аурум, это онклюзив, местечко суперское. Мне понравилось. Смотрите обзорчик на канале. Ну, вот так я несколько раз подснимал эту дорогу. Поэтому, может, и так же на канале, вы знаете, вот этот, ребят, колесо отвалилось. И такое бывает, что сказать, к сожалению. По центру из автобуса продают всякую фигню. Ну, вот был магазин, его снесли. Ну, вот новый появился. Это просто Белый берег. С правой стороны там тоже были магазинчики. И наградарь, а за ним краски Аурум, о котором я чуть-чуть ранее рассказывал. Так он выглядит. У них тут парковочка. Парковочка платная была, может быть, уже бесплатная. Не знаю. В общем, автостоянка. То есть, есть такая местечка, куда можно приехать. Видите, деревья, сколько лоха серебристого. То есть, места прям открываются совсем с другой стороны. Очень круто смотреться. Смотрите, автокемпинг, парковка на 300 машин, душ, туалет, раздевалка, вывоз мусора там написано. То есть, скорее всего, здесь тоже парковку сделали бесплатно, потому что цепочек никаких нет. То есть, в конце асфальта, если ехать от Малахита, вот мы его, в принципе, отсюда видим. Ну, и тут по улице тоже много машин стоит. В основном, это база отдыха, которая здесь находится с парковками. Изначально, по благе, беда. И я смотрю, что новые отели строят, и парковок не делают. Все паркуются на улице. Хотелось бы, чтобы это было учтено при строительстве новой Анапы. Ну, и здесь вот база отдыха, русалочка. Ну, куча. Я думаю, что вы многие их знаете, видели. С левой стороны столовая. Раза два было у меня на обзоре ранее. Сейчас давно уже по столовам не ходило. И здесь у нас база отдыха Искра находится. Бар с правой стороны. Сан-Райсико, парк-отель. С левой стороны у нас тут АДЖД, насколько я помню. Лада, да, АДЖДшная. До сюда ходит конечная маршрутка. По-моему, маршрутка как раз-таки и стоит. Сейчас глянем. Ну, я думаю, вряд ли она обычно по кругу ходит. Да, это просто какой-то автобус. Вот она остановка. Сюда можно приехать. И чуть дальше Малахита у нас выход на центральный пляж. Еще одна парковка. Вот здесь, с левой стороны. Здесь она была раньше платная. Автостоянка, да. То есть время работы. Кто хочет, под охрану. Типа, можно поставить. Хотя сделали. Эти много парковок бесплатных. Здесь фрукты, овощи продают. Тут что-то разбомбили, разломали. Не знаю, с чем это связано. Люди уже жалуются по этому поводу. Но проход через рынок к морям. Раньше здесь, по-моему, тоже бабки собирали. Сейчас никого нету. И можно припарковаться с самого центрального пляжа. Абсолютно бесплатно. Вообще, считаю, ну, можно на пляже как-то деньги зарабатывать. Хотя сейчас и бары все поубирали. То есть даже покушать вам будет негде на пляжах. А тут, ладно, мы там в Анапу. Видите, берем там недалеко от пляжных территорий. Есть места, где можно поесть. А здесь же вообще нифига нет. Поэтому мне интересно, конечно, как сейчас работает Благовещенская. Сейчас мы все это глянем одним глазком и вам расскажем. Кто взял с собой все эти две банки? Может быть, сейчас здесь на пляже найдем мусорку? В общем, огромная парковка, бесплатная. Приезжайте на пляж Благовещенская. При том, что здесь море самое классное, ребята, в принципе, в Анапском районе. Ну, посмотрим, потому что здесь тоже много людей. Возможно, не все ходят в платный туалет. Из-за этого водоросли бывают. Нет-нет. Дюны здесь гораздо ниже, чем в том же самом Витязево. Есть пилинг рыбками. Это потому что не фуд. Здесь, я так понимаю, что все воречки, которые еду предлагали, все посносили и поубирали. К сожалению. Но впереди настил. И дальше я вижу мусорки. Это прекрасно. Вот и немножко те пляжи сделала чище. Делайте так же, ребята. Там не центровые места. Да, смотрите, вообще не работает ни одна из торговых точек, где мы могли бы что-то купить, перегусить, поесть даже. Просто воды. Ничего такого нет. Туалет тоже из-за воды закрыли. Хоть бы фонтанчики ставили. Я не знаю, как в советское время. Вот я показывал, но на фонтанчик. Так. Красавчик. Пишите «красавчик». И делайте так же. Матируйте своих детей, еще раз говорю. Здесь пункт полиции находится. На этом выходе всего выхода два. Мы по второму вернемся туда. Я обожаю Благовещенского. Очень часто сюда приезжаю. Приезжал, по крайней мере. В этом году я много работаю. Почти никуда не езжу. Работа-работа. Деньги зарабатываем. В мечтах. Когда-нибудь купить машинку. Здесь есть такие прокаты. Можно увидеть всякие джипики. С правой стороны у нас батутные аттракционы. Музыка небольшая играет. Ну и, в принципе, на этом все. Переодевалки есть. Собака есть. В тенечке отдыхающая. Еды здесь, в принципе, еды больше нет, ребята. Это печалька. Хотелось бы, чтобы работали торговые места. Все-таки водичка. Нам нужна. Вот там был бак. Его закрыли полностью. И ничего там не функционирует. Здесь шезлонги. Которые можно снять в аренду. Музыка, конечно, меня не радует совершенно. Без музыки, мне кажется, круче были эти пляжи. Потому что сейчас сделали потише. И прям отлично. Можно отдыхать. Потому что местечко, как видите, отступлено очень много. То есть, те, кто не хотят брать шезлонги, абсолютно свободно находят места. И отдыхают уже на своих территориях свободных. Кстати, водичка. Никакой каши водорослей. Я вот издалека вижу, что нет. В правой стороне бесплатные качели находятся влаги. Ну и туда дальше. В принципе, сказать, что пляж перегружен не могу. Море кайфовое. Дядя, дядя. Ох. Дядя, ох. Дядя, ох. Дядя лезет. Дядя. Это надо снимать. Короче, мужик пытался залезть на халяву. И не заплатил. Он чуть не упал два раза. И его все-таки заставили слазить вниз. Такое вот благовеченское может быть. Смотрите. Море 26, ребята. Водичка чуть-чуть зеленцой. Воздух 32. Люди отдыхают. Людей немного. Места на пляже прям много. Парковка бесплатная. Приезжайте в Благовеченск. Это при том, что сегодня мы смотрим воскресенье, ребята. Воскресенье. Обычно это самая пиковая нагрузка. Кайфик, кайфик, кайфули. Каши точно нет возраста. Под Берегом совсем. Немножко в воде просто присутствует. Оттуда дальше там вообще была кристальная водичка. Мы с этого места посмотрим в туда дальние пляжи, чтобы разглядеть. Вдалеке мы видим, что выезжают машины на берега. Это Витязевская уже коса. Это очень жалко, что так делает народ. Но там море. Смотрите, какое чистенькое. Витязево отсюда можем увидеть. Красота отдыха. И повернем камеру. Посмотрим туда, направо. Белая линия. Шикарно мы были вот сюда дальше. От доста вы сегодня приехали. Посмотрим, как красиво мне с вами. Пройдем чуть в той территории. Надо еще спросить кого-нибудь, сколько здесь стоят лежачки, чтобы максимальной информации было больше. Тут не о чем спрашивать. Ни еды, ни кукурузы. Ничего. То есть все, как в каменном веке. Хотя, не знаю, мне не суны нравились. Но мне нравились люди, которые закапывают этот мусор в песок. То есть тут, знаете, такое надо и воспитание людей поднимать. Сюда вот правее отходим. Здесь вообще опять 20 пустота. Самый центровой проход, и там людей много. Чуть право, чуть влево, как всегда, свободная территория. Вот чуть-чуть вот под берегом завинется. Но она и то не как каша, ее просто проносят вдоль берега. Медузский маленький карниротик. Ой, Юрий, мы по вашему обзору приехали сюда только. А что именно на центральный пляж? Почему дальше не приехали? Потому что мы первый день. Я вас долго смотрела. Вот прям не знала, куда ехать. Хотели нас отправить в сторону Сочи. А сюда приехали только по вашему обзору. А где остановились? В Орликино. Это в самой Благе? В Благе Орликино, да. Сколько там стоимость отдыха? Вы знаете, мне с ребенком сделали уступку до 25-го числа и по 4 на двухместных с ребенком. А с 25-го по 3. Но так как я с ребенком, а они двое взрослых, тут 2 500. Ну вы довольны? Значит, 500 дней отлично. Так, а вот смотрите, чуть-чуть водоросли под берегом вам мешать? Это сейчас только. А, было чисто? Мы пришли с утра, вода была прозрачная, снимали, родственникам всем показали. А что мне не присылаете? В Телеграм. Я подписалась в Телеграме, пришли, фотки сделали, да. Видео, видео. Нам вот приходится с утра, 14 дней с Благовещенской. Вот так вот встали по кругу, все показали. Я сейчас проехал, вот практически все пляжи от заставы, даже от нудистского. Здесь, вот, Желенцово, да, там вообще чисто. Вам не обязательно даже на Бугаску, можно чуть-чуть дальше, до жары доехать. Там же эти базы отдыха. За них проезжайте, между базами есть то. Там куча мест. Посмотрите это видео, можете видеть ручку, и вам хорошо отдыхать. Это в Телеграме. Это в Ютубе. В Ютубе, да, я посмотрела. И в Ютубе, ВКонтакте, в Телеграме, везде будет. Ютуб, привет. Юрий, вообще супер. От души всего хорошего. Вот так вот, даже здесь своих встречаем. Это прекрасно, которые приезжают еще и по нашим отзывам, друзья. Так, здесь что-то буйки или повыносило, или я, не знаю. Но зато я нашел прям красивых девчуг, загорающих и вызывающих прям море удовольствия. Вот так вот, прям лайк поставите, скажите, вот так и загораете. Это в теме о трусах, ребятки. Вот на Нудийском пляже я этого не показал, хотя там вообще без трусов люди были. Потому что там места, которые предназначены для этого. Слушайте, мы ходим чуть дальше, вообще пусто, вообще никого нет. Здесь прокат катамаранчиков, что-то не работает сегодня, потому что запрет на использование всех плавсредств нельзя. Ребята, он несет море, не догонит. Порогу ветра до 16 метров в секунду. Ну и шезлонги, шезлонги. Дальше шезлонги заканчиваются. Там, вижу, на дюнах тоже люди с палатками стоят на отдыхе. В общем, места крутые, классные и прекрасные. Мне, по крайней мере, прям очень нравится. Ну, говорит, отлично, только-только зелень подошла. Так не было. Тут, видите, сегодня под боком волна, и то есть это куда-то пронесет какие-то места. Вот отсюда, можно говорить, тут свободно вообще никого. Там чуть-чуть людей побольше. Ну, вообще, в принципе, мест очень много. В море купается, и еще хочу сюда вам показать, как здесь загорает. Картинка, тем более, очень красивая, примечательная. Благовещенская. Вользуется популярность. Но уже все, ребятки, сезон подходит к своему логическому завершению. Идея, думаю, что сам сезон здесь был гораздо больше. Весь сентябрь, ребята, можно еще приезжать, благо отдыхать. Лежаков свободных. Чем дальше отходишь, тем больше. Еще одна, наверное, какая-то барная территория была. Тоже все закрыто, ничего не работает. А жаль, еще раз жаль. Ну, и вот они, лежачки. Единственное, что не подписаны. Че, почем, сейчас спросим. Мужчина, почем, не сдают. Мужчина говорит, что за три лежака они отдали 1200. То есть по 400 рублей за лежак. Стоимость здесь... Здесь пост тоже спасательный находится. Флаг желтый сегодня. Ну, еще раз говорю. То есть только инфраструктура, лежаки, там какие-то прокаты. И выходим через второй двоих, так сказать, с пляжа. Я еще думаю, что прокачу вас по главной улице. Вот переодевалки есть. И глянем, как там обстановочка. Ну, тут я вот разминки девочки делают. Просто на бежаках лежат. Да, обидно, досадно. Ну, как говорится, ладно, ладно, ладно. Выходим с пляжа. Остался только тир рабочий. Из всех точек, которые здесь стояли. Тут вообще пить-то было и другой торговля. Ну, вот как есть. Вот иногда, ребята, вот так вот бывает. Берегите машинки свои, чтобы они не застревали. Посадили. Ух, здесь сцепление, походу. Жесть, конечно. Обидно. Не палите сцепление, как говорится, ну его нафиг. Все, вернулся на парковку. Машина, как говорится, здесь стоит очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень. И поехали прокатимся по поселку. Здесь уже, видите, нашелся джипчик. Вытаскивают. Эту машинку. Ну, вообще, в принципе, легко и спокойно двигается даже по надцепям этих песка. Это причем только на приеденном природе. Без исключения остальных машин. Здесь на парковке много-много, еще раз, много. И здесь, кстати, я смотрю, что есть пресс на Витязевскую косу. Перекапывали, но вроде опять засыпали. Все. Не потому, что подписчик один прислал, жалобу о том, что их там закопали, они оттуда выехать не могут. Значит, смотрю, что там проезд был. Поэтому и машины, в принципе, там на берегу дачи стоят. Вот людям открывают проезд. Нет, где-то за дюнами прятались, никто не видел. Нет. Выезжаем на берег моря. Обидно. Ну, и дальше будем двигаться по прямой. На последней пятерочке сегодня мы не заедем за кофе, потому что он не работал. Но, к сожалению, здесь у нас рыночек. Можем заглядеть в него. Ну, а дальше по прямой до поселка снимать нечего. Дорожка слева-вправа. Лимон Витязевский. Дом, кстати, он не пересыхает. Видите, водичка присутствует и еще и цветет в этом месте. Ну, сказать, что воняет, что-то не могу, потому что воню не чувствую. Вот, смотрите, как надо. Девчули форточки делают. Ну, и уезжаем в поселок. С левой стороны здесь небольшой аквакомплекс есть с горками. Там можно попасть, по-моему, всем желающим. Бургеры прийти поесть. То есть вообще вот инфраструктура с водой, с едой нормально начинается только здесь. На пляже больше ничего нет. Вот только с собой приносите, друзья. Так здесь все выглядит. Машины прям очень неаккуратно паркуют люди. Местами сужают дорогу, да, нельзя. Это обидно. Вот таки приятное местечко. Здесь, смотрим, батуты установлены вечернее, временно работают. Здесь шашлык, бон аппетит, столовая находится. То есть люди много бон аппетит и сидят, значит, пользуются популярностью. С левой стороны тут уже своя атмосфера, кофейные мысли, пары, кружек и пересечения с другими улицами. В общем, с каждой стороны по этой улице везде одна коммерция. Арбузы продаются, фрукты, овощи, смартфон, салон с этого связи. Ну, в принципе, друзья, все есть. Причем в одном экземпляре. В Логовещенске в этом плане все хорошо. Пятерочка с правой стороны первая, которая нам встречается. Мы поедем во вторую. Здесь у нас два магнита сетевых и две пятерочки. То есть продукты можно купить подищевле, чем на всяких фруктовых точках. Но многие считают, что на точках продают именно фермерские продукты. Поэтому покупают там действительно много именно так. Столовок что-то закрыто. Одиссея пицца. Три столько всего занято. В общем, бон аппетит. Забирает всю кассу, так понимаю, этих столовых. Потому что они даже не открываются хотя бы 25 августа только. Ну, людей, честно, прям немного было на пляже. Будем надеяться, будете вы все, кто приезжает к нам присылать обстановку. С пляжных территорий мы будем ее опубликовать. Правые полосы, поворачивающие с одной сторонки влево, прям пугают. И там поехала Нива, по левой стороне повернула влево. И ей начал сигналить чувак. Блин, так обидно, когда ты не знаешь правила, еще пытаешься учить других. Вот это прям кошмар. Я еще думаю, что стоит-то правая полоса, там никто не едет. Ну, выезжай, не хочу. Но, к большому сожалению, многие покупают права. И если бы Ниву засадили, это было, конечно, вообще весело. В общем, машин еще много стоит на улице. Значит, что людей достаточно. Будем надеяться, что все разошлись на всякие свои обеденные дела. Кто поспать, кто поесть. Можно в рифму сказать, но не будем. А так Благовещенская, очень зелененькая деревенька. Хотелось бы, чтобы со строительством Новой Анапы так и осталось. Ну, и Новой Анапа еще больше зелени привнесла вместо полей в эти места. Да, потому что там сейчас используются как агро. Раньше были вообще одни виноградники. То есть считалось самой лучшей землей для них. И у нас многие там, знаете, где-то земли выделяют обратно под виноградовство. То есть здесь, к большому сожалению, фруктовыши с частного двора. У нас наоборот. То есть их привезли в сельскохозяйственные. Там подсолнухи садили, всякую фигню очень долго. Валбирь с правой стороны. Ну, а дальше вообще сделали, что эти места будут застроены. В общем, кому-то, если надо, да, что-то построить, то и не смотрят, что это виноградопригодные. И очень такие теруары важные. Потому что если мы приедем, посмотрим даже эфирчик с Южной Винной Компании, как они рассказывают, что мы находимся между двум люх-лиманов. Благодаря этому у нас виноград там выделяют суперсоки. То здесь можно было между Черным морем и Кизелтарским лиманом на возвышенности. Самая прекрасная почта для развития виноградной лозы. Обдувается со всех сторон ветрами, под южным солнышком. Ну, стройка. Так, я что-то вам про поселок не рассказываю. Я думал, вы глазками смотрите. Про вина начал. Люблю я вина. Скоро буду опять делать вино уже. Поспевает потихонечку моя Изабелла. В этом году, возможно, докуплю еще винограда и сделаю купаж. В принципе, не с одного сорта. Посмотрим, может, еще какой-то возьмем, чтобы были разнообразные вкусы. Так, здесь у нас за пятерочки трэш происходит. Ну, надеюсь, что парковку найдем. Сейчас, в общем, куплю кофе и поедем дальше. Когда-то было выиграно, как называлось правильно, игры, чистые, чистые игры, да, от пятерочки там и какая-то еще там была, гринд на гео такая вот, видите. И до сих пор у меня этот из переработанного пластика стаканчик существует. Пользуюсь им. Его даже разово не взял. Пришел со своим, налил кофе до пяти. Еще взял кленовый пекан. Красичка. Ну, и дальше мы поехали на выезд в Благовещенский. Пропустили машину задним ходом. Выехал, повернуть туда дальше. Зачем будете через дорогу переезжать? Перепарковался бы там, перешел дорогу пешком. Ладно, что-то я воршливый какой-то, голодный просто. Считайте, откатать на кайте два с небольшим часом. И сейчас прогулочку снимаю. То есть где-то уже около пяти часов с утра поел только кофе. Не хотелось как-то из-за того, что кушать здесь. И вот кленовый пекан укусил он такой вкусный. Думаешь, хватит снимать. Смотрите, раки продаются на выезд из Благовещенской. Сейчас. Поселочек очень классный. Тут даже заправка есть в УКОВ. Раньше ее не было. Вот здесь была прям беда с бензином. Сейчас уже очень хорошо. Раньше здесь людей было раз-два и обчелся. Сейчас, благодаря Кайтерам, этот поселок стал довольно-таки популярным. Получил развитие. Видите, такие вот новые домики тут строятся. Ну и в дальнейшем, я думаю, будут еще развиваться, развиваться, еще раз развиваться. Благовещенская закончилась. Ну и впереди у нас еще Лукоил. Всем, ребятки, всего светлого, ясного, прекрасного и классного. Желаю, чтобы у вас все получалось и учалось только хорошее. Здесь у нас влаги. Видизевский лиман, с той стороны Киселтавский. Давайте попробуем еще ценники на бензин вам озвучу. Что успею, чтобы вы понимали, сколько сейчас стоит. Наконец, августа. Дизельное топливо, 84,36, 54,36, 56 рублей, 92,95, 62,01, 78,89, сотка. Все, ребята, всем, всего светлого, ясного. Поддерживайте донатиками, если у вас есть возможность, на кофеечек, на бензинчик, на развитие движения вперед. Так как только благодаря вашей поддержке мы, собственно, двигаемся. Ну и подписывайтесь и просите подписаться в ваших друзей и близких. У них лошадки, ферма. Ну вот с вами был Юрий Озаровский. Всем привет, Черноморский. Увидимся, друзья мои, в следующих видеосюжетах. Я надеюсь, хотя так быстро лето пролетело. Но это классно. Мы его пережили. Вот, я думаю, чтобы все было хорошо, надушно.